так ну все дима скомандовал идем в магнит у меня город семечки закончились вот пойдем сейчас магнит смотрите сколько воды вот не люблю вот это время года когда все начинает таять нигде не пройдешь снег проваливается не знаешь как с какой стороны обойти все это дело постребу на асфальт чтоб идти поуверенней мусор сейчас растает будет убирать здесь все выметать всю площадь не лопнутая не треснутая ничего все целенькая вот это жижа прям ненавижу не люблю эту жижу как солнышко вроде бы по весеннему греет ярко все хорошо вот это жижа сегодня ветрище сильный продует хорошо на дорогах вообще вода дим подожди надо подумать куда пройти ой короче делать димка в резиновых как будто бы иду вся дорога текет вся дорога плывет вот магните на нас снимать не буду вот здесь вот все ямы попробую снаступи утонешь и утром как говорится когда идем все подморожено очень скользко вообще капец как скользко там вот замокнет там у нас магазинчик есть называется цветы от кольки живые цветы продают букеты различные открытки шарики гелем заправляют по бордюрчику хочешь пройти завалишься а тут как пройдешь прежде с магнита купили вот кастрюлю капусту 4 яблочко штрузель один диме и конфеток немножко видимо семечки вот купила кастрюлю на 6 литров руялька хэн это уже третье на 8 литров дима вот бегал бегал на площади ключи нашел вот такие ключи какой-то брелочек но я так понимаю ключ не от квартиры как от гаража типа какого-то сарайчика не знаю ну надо вконтакте выложить фотографию обычно я когда ключи находим вконтакте фотографию выкладываем и зачастую ключи хозяин находит пишет и мы отдаем возвращаем ключи а так у нас висят в прихожке ключи уже наверно месяца два нашли мы их сфотографировали вы выложили вконтакте но что-то хозяин так и не нашелся этих ключей зачастую прям находится в основном дети теряют или подростки ключи списываемся приходят я объясняю куда подойти приходят в подъезд я выношу отдаю ключи сейчас пойдем домой нужно еще что-то сварить покушать и буду уже собираться на работу вчера ваня принес работу 3 литра молока там угостили его молоком домашним коровьим как говорится не магазинное домашнее молоко три литра аж вот хочу это наверное или блинчиков напечь с утра им сварила какао ну как я сварила владюша начал варить ваня подхватил это дело в общем общими усилиями моим подсказками они вдвоем в общем сварили какао попили я-то не пью какао ваня с владюши попили а мы зима что-то как-то не пьем какао нарезала салатик с капусты с огурчиком свежим с лучком с морковочкой покушали макароны там подогрели салатик это твой такой салат вкусный я еще полила маслом с запахом которое масло такой вкусный салатик уже весна хочется чем такого свеженького легенького этого на салатики тянет прям нас купила в магните вот такие вот батончики что они там по скидке были рост фрод рост фрод плохо видно да вкусно такие батончики вообще классный с димка решили похомячить батончиков раз никто с нами не захотел погулять мы сейчас вдвоем похомячим держи батончик попробуем батончики вот такой штрудель диме взяли блин дорогой дорогой такой 19 рублей он горит не в школу я на первом уроке уже хочу кушать хотя их школе кормят дают молоко и он еще у меня хочет кушать школе на первом уроке а кушать его когда после второго после второго все вкусная конфетка покажи шоколадный батончик но не сильно шоколадный такой вкусный очень да как обычный батончик только там шоколада добавили сказал дима и в карман убрал дома выброшу не в этом вот такие париокеатры протекают на вот дима сейчас мусорку бумажки бросит не знаю приучаю своих детей чтобы посреди улицы не разбрасывали не сама не люблю когда вот это все валяется а как здесь проплывать то где может нам выше немножко пройдем ой здесь значит здесь провалюсь сразу здесь вот немножечко сбоку вот блин не знаешь теперь как ходить ой но еще и скользкая зараза какие ручьи себе сделали путь здесь вот у нас зимой стояла горка вот здесь вот елка так вот тут вот нашли немножко путь где пройти короче тут есть такие вот птички красные и серые красные и серые стали почти красные а того что они мокрые вот они почти уже высыхают плиточки так вот море как его перейти я прям по воде пойду ужас какие ручьище давай быстро переходим вот она наша еловая аллея вот эти вот черные страшные деревья сухие кажется это липа мы когда сюда переехали получается тоже в апреле переезжали конец марта начало апреля и вот эти вот деревья мы еще с папой проходили я говорю блин что за деревья какие то сухие стоят говорю что их не спилят какие то вот они черные такие страшные кажутся а потом пришла весна и оно все как начало распускаться цветочки эти липовые как начали цвести все бабушки все тут давай их собирать эти липовые цветочки это прям в пакеты собирают сушат липовый чай потом запаривают очень полезно вот здесь такой аромат стоит когда оно все цветет обалдеть вообще на балкон выйдешь прям вообще такой аромат внутри не закружить упадешь поэтому с этой стороны внутри аллеи растут липы а снаружи ели вот в таком месте прекрасно мы живем идем до сих пор по аллее а там вдали ну камера этого конечно не передаст как на горизонте горизонт и там машины едут автобусы едут фуры едут это как там дорога получается по трассе до асфальтом до этого до границы до таможни мы живем рядом с Казахстаном и там вот дорога получается до границы и вот с границы едут все вот нам видно отсюда фуры автобусы машины как туда немножко уклон получается вот вот тут вот у нас получается живем в самом крайний дом у нас первый дом наш через дорогу у нас там река ну как река канал протекает вот вечером когда выходишь на балкон так лягушки квакают просто ужас вообще аж глушат блин так громко квакают кажется вот они прям возле балкона сидят хотя до речки метров наверно пятьсот так слышно хорошо вечером вот воздух прям речкой пахнет выйдешь на улицу речкой пахнет так вот мне нравится что у нас с окон смотришь в окно всегда летом елочки зеленые зимой елочки снежные стоят всегда вид такой красивый глаз радуется сейчас вот скоро липы начнут распускаться а такой у них аромат как духи как будто пахнут обалденный вообще я тоже как-то собирала липовый цвет немножко пособирала его так муторно собирать этот липовый цвет потом сушишь его чай запаривать можно и пить очень вкусно и полезно вот такие наши небольшие покупки вот кастрюля на 6 литров 24 сантиметра диаметр 4 яблочка чуть-чуть вот батончиков по скидке и качанчик капусточки так Дима свой штрудель уже забрал в портфель положил ну и пачку семечек вот такие наши небольшие покупочки в магните сейчас буду распаковывать кастрюльку покажу вам вот распаковала кастрюлю такие у них конечно коробки фиг распакуешь так все тут задумано замудренно эти коробки вот они какие вот такая коробка у них идет вот сама кастрюля на 6 литров у меня уже есть ковш такой и кастрюлька на 3,6 литров но я еще ни разу их не пробовала не испытывала так картоночка я думаю самая ходовая вот на семью борща наварить например или компота тоже вон там видно литраж разметочки есть тоже в крышечках есть отверстие для слива носики есть на кастрюльках с двух сторон удобно макароны откидывать чтобы тут тоже носик чтобы душлаг не доставать крышка такая массивная тяжелая вообще не знаю не испытывала девчонки может кто испытывал напишите что хоть за кастрюльки потому что они их качеством не очень не знаю ну вот еще одна кастрюля к моему набору теперь еще хочу купить кастрюлю на 8 литров ну и все наверно и будет полный набор у меня